ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как тебе сегодня первая игра? Чи задоволен ты результатом? Ну, игра, честно говоря, такая соби. Ну, хотелось бы краще, но я думаю, что трошки, наверное, расслабились, мало граем. И пришли шестером, так что надеемся на кращу, как всегда. Поляна велика, трошки важковата. Трошки важковата, но я думаю, что мы петянемся, дыхалку петянем. Походим в спортзальчик, побігаем чуть-чуть. А так в целом класс. Игорь, вилазь, не повайся. Ну что, можно дать невеличкие комментарии. Всевозможні, я больше, чем задоволені командою. Доброго дня, я задоволена. Отримала, по-перше, цілий позитивный спектр эмоций. И в наш такий важкий військовый час, действительно, мы можем переключить увагу, мы можем отримать задоволение от профессиональной игры сегодняшней команды нашего ВУЗа. Тем более, что было очень приятно видеть ветеранов нашей команды, которые много лет поддерживают медицинский университет. Колись они были нашими студентами, потом были помечниками тренера. И действительно, красота сегодня задалась. И мы отримали ци цели позитивный спектр эмоций. Так что, я думаю, что спорт, студентский спорт, профессиональный спорт, который на базе теренов нашего медицинского университета, который должен развиваться в дальнейшем и приносить здоровье, здоровье и эмоции позитивные для всех участников. Когда мы переглядали матч, вы болевали за свою команду? Или просто наслужили себе скетболу? Я скажу больше. Я такой глубокий болевательник, конечно, болевала. То вы ставите на свою команду? Я ставлю на свою команду. И, конечно, было бы даже дивно, чтобы я ставила на какую-то другую команду. Конечно, за нас. Все. Спасибо. Ну что, хочу привітатись з перемогою. Перший матч команды ВНМУ. Какие ощущения, важные комментарии, вы? Ну, мы все ждали эту игру. Хлопцы ждали. Я ждал эту игру в роли уже тренера. Ну, конечно, сподевались только на победу. И мы сегодня победили. Ну, первую игру начали добро. Далее будет. Хочу сказать, что в этой игре, как бы, в последней игре первого тура, ну, в четверть раз начинаем уже второй тур нашего чемпионата. Это происходит очень быстро. Так. У меня такое интересное вопрос. Мы видели Сергея Дуся как арбитра. Мы видели сегодня его как тренера. Или мы его как гравца. Игорь, посмотрите, у нас очень много гравцов. Я думал сьогодні выйти на игру. Годите форму. Я сподіваюся, что, возможно, в будущем я також дину в баскетбольную форму в медичном университете. И спробую себе в роли гравца. Ну, все, это очень интересно. Ну, всем болевальникам, важно приходите. Да. Всех запрошую на игру. Будь ласка, приходьте. Мы таки начали, перший круг завершили. У нас еще попереду залишилось 4 круга. Игри будут очень интересные. Команды, еще раз повторюсь, что команды практически все равны. Есть фавориты. Все будет хорошо. Все будет Украина. Слава Украине! Такие сложные часы очень тяжело проводить. Такие массовые турниры, соревнования. Чи помогает кто-то проводить эти турниры? Ну, я звернувся до мого друга Андрія Безпалова по поводу судейских футболочок. Він відрухнувся, і я йому за це дуже вдячний, що він за свої кошти придбав для суддів. А нас всім буде обслуговувати чемпіонат Вінницької області. Суперкласні футболочки, в яких зараз судді судять. І в них взаді на спині нам написано «Слава Україні! Героям слава!» Андрій, я тобі дуже дякую. Респект. Це значить, що баскетбол має майбутнє, і в Вінниці буде баскетбол розвиватися? Тільки так. По-іншому ніяк. Дякую. То найкраще, приходьте на ігри болювати. Хто кращий нападаючий 2012 року? Кращий нападаючий 2012 року Слободнюк Сергій. Кращий нападаючий цього чемпіонату буде грати в четвер. Тому приходьте на звук. Можете приходити, можете – ні. Я все одно… Ні, взагалі приходьте на ігри. Так класно, коли підтримують свої команди. Це дуже добре. Підтримуємо свою команду, підтримуємо Україну, всі разом йдемо до перемоги. А є фаворит Сергія Слободніка в цьому турнірі? У мене фаворит як гравець чи як команда? Як гравець і як команда? Як гравець Слободнік Сергій – команда ВТК-2. А ВТК-2 це як називається? Вінські бобри вперед. Летс го!